За последний месяц во многих поселениях района глава муниципалитета Роман Сенеговский провел сходы граждан. Эти встречи помогли выявить самые наболевшие проблемы населения, а также увидеть, какие изменения произошли после прошедших личных встреч власти и жителей. На днях сход прошел в хуторе Сербин Маевского сельского поселения. В этом году в Маевском сельском поселении осенью состоятся досрочные выборы главы. По тому местную администрацию на встрече вместе с главой района Романом Сенеговским представлял исполняющий обязанности главы Андрей Дмитриевиченко. Маевское поселение – одно из самых сложных в бюджетном плане. Но, несмотря на это, районная власть изыскивает возможности, чтобы решать насущные проблемы людей, отметил глава района. Бюджет небольшой, но вот мы проговорили, что мы будем стараться из районного бюджета поддерживать, будем совместно входить в какие-то краевые программы, федеральные программы, чтобы можно было и дороги ремонтировать, и грядировать, и где-то тротуары строить, и водопроводом заниматься. В плане маршрутного сообщения, я думаю, вообще у вас неплохо, да, бесплатный автобус ходит. Поэтому задач много, культурные мероприятия, дети все должны быть охвачены, и дополнительным образованием, и с подвозом, чтобы у нас вопросов не было. Поэтому вот давайте мы попытаемся ваши вопросы, вы задавайте, мы постараемся на них ответить. Первым пунктом жители вспомнили про дороги. Они являются основной проблемой практически для каждого поселения, и хутор Сербин здесь не исключение. Роман Сенеговский дал поручение прогридировать все обозначенные гравийные дороги. Но ремонты требуют и асфальтированные. Особо попросили жителей обратить внимание на улицу Мира. Ваша дорога стоит в реестре, именно асфальтированная. И менять, менять нам, например, покрытие, это нерезонно. На следующий год, на следующий год, они сейчас подготовят документы, и мы вступим в программу. И улица будет полностью ваша асфальтирована. Еще один насущный вопрос для сербинцев – здравоохранение. Некоторое время назад в хуторе на заслуженный отдых ушла фельдшер, что стало проблемой для селян. Но этот вопрос был быстро решен. Кроме того, по территориальному признаку жители Сербина приписаны к поликлинике номер два, расположенной в поселке Кубриз. Сербинцы отметили, что в поликлинике ощущается нехватка врачей-терапевтов. Тем не менее, главный врач районной ЦРБ Юрий Просоленко заверил присутствующих, что в день обращения терапевты обязаны их принять по живой очереди. Глава района поручил дирекции больницы проработать все проблемные моменты, связанные с оказанием медицинской помощи жителям хутора. Все вопросы населения, поступившие в ходе встречи, глава района взял под личный контроль. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжение следует...